Самое трудное для любого студента было делать домашние задания и вовремя, потому что академический объем и нагрузка были очень существенны, плюс я учился не на родном языке. Это удваивало или усложняло сам процесс, плюс я здесь не буду, наверное, примером в этом случае, потому что я учился одно, что не на родном языке, параллельно я еще изучал три языка, поэтому мне было вдвойне сложнее справляться со всеми домашними заданиями. Как я справлялся, ну сегодня уже, конечно, можно как-то героически на все это посмотреть, но тогда сложно справлялся, если честно, очень сложно справлялся, очень сложно находил время для того, чтобы все сделать вовремя, для того, чтобы все сделать качественно. Но здесь я бы дал простой совет. Образование надо мыслить прагматически. То есть, что это значит? Это значит, что на получение определенной степени у вас есть определенный объем и определенные временные рамки. То есть, вы должны этот объем пройти за определенный отрезок времени. И здесь не надо страдать совершенством. Не надо писать совершенные рефераты, потому что вы их никогда не напишите. Надо просто понимать, что у вас есть определенный объем академической нагрузки, который вы должны закончить там определенные отрезки. И вот когда вы мыслите вот такими категориями, это помогает не страдать от совершенства, это просто помогает не страдать вот этим комплексом отличника, а просто заканчивать вовремя академическую нагрузку, несмотря на вот эти какие-то оценки. Может быть, не всегда получится получить пятерку, но главное, вы закончили. Вовремя вот этот совет я бы дал. То есть, мысли двумя категориями. Объем и время. И вот это очень сильно помогает справиться. Но это я уже говорю сегодня после 17-летнего опыта преподавательского, а вот тогда мне это никто не сказал. Поэтому молодым всем студентам вот это советую.